здорово ребят прежде чем начать небольшой дисклеймер я хотел бы чтобы вы всю информацию которую получите сегодня воспринимали без каких-либо регалий конформизма и установок которые на вас были навешаны но я знаю что многие которые смотрят видео на эти темы они принципе уже от этих стереотипов избавились но все равно кто случайно наткнулся на это видео имейте ввиду просто попытайтесь воспринять адекватную информацию переварить посмотреть на те факты тем более что мы сегодня также будем работать в интерактивном режиме то есть никаких спецэффектов перед вами я и рабочий стол все что вам будет необходимо для того чтобы понять суть сегодняшнего видеоролика сегодня я хотел бы поговорить на излюбленную тему всех конспирологов это пришельцы именно рептилоиды которые якобы оккупировали нашу планету да и до сих пор терроризируют людей управляем контролируя наших лидеров начнем мы издалека и более того начнем с представления людей которые жили в средние века более ранние времена соответственно нам придется обратиться к сказкам преданиям и мифам но мы уделим этому небольшую часть как вы знаете практически в историях всех народов мира присутствует нежи нечисть в общем блюдки которые терроризируют населенные пункты охотники на вампиров пытаются с ними сражаться и так далее не надо говорить что всех народах мира существует подобное предание если мы знакомимся с историями средних веков там вообще все кишит вот этой нечисти если копнем глубже до залезем древнее то увидим что в различных древних мифологиях таких как опять же индийская присутствуют персонажи такие как нагида полу люди полу змеи симбиоз человека и рептилии и обратим внимание на современную картин картинки рептилии до их фотокарточки здесь всякие мемы крутые люблю тоже угорать на эту тему и вот и в принципе если мы посмотрим на вот этих ребят посмотрим на вот этих вот персонажей и на нечисть до принципе отличие есть но они незначительные главное что все эти факты объединяет одна деталь это запах серы которым сопровождается присутствие вот таких вот нелюдей причем если вы давно изучаете эти вопросы да там читали различные статьи смотрели видео по полу нло некоторые контактеры да так называемые свидетели появления пришельцев они указывают порой что встреча с таким вот персонажем как раз сопровождалась тошнотворным запахом серы все с ним знакомы когда особенно предприятие какой-то проезжаешь на машине запах бьет прямо по носу и хочется не знаю нос себя отрезать вот все знакомы с этим запахом я почему на этом сделал акцент большой потому что по факту это стартовая точка того исследования которому я собственно пришел и результат на самом деле меня самому поразили потому что но я в конце я подумал что это может быть мне просто привиделось поэтому понять сумасшедшие я или нет вы мне сегодня поможете потому что очень много фактов которые стройно укладываются в одну картину это было очень длинное лирическое отступление начнем в общем как я уже сказал во многих легендах появление нечисти сопровождается запахом серы но оказывается это происходит не только в легендах да то есть контактеры опять же сына ло говорили о таком феномене да не только контактеры и не только в легендах говорится об этом факте об этом характерном запахе но еще об этом говорят причем сегодня в наше время в интернете люди далеко не последнего порядка я сегодня не буду я на самом деле видел высказывания многих людей важных по этому поводу но мы остановимся на двух персонажах и я вам покажу что эти люди говорят на сегодняшний день по этому поводу да по поводу этих ребят рептильных и перед тем как я вам покажу отрывки из этих видео мы давайте прочитаем краткую биографию можно сказать этих людей чтобы сомнения в том что они достаточно серьезно у вас не было никакого один из персонажей на которую мы сегодня на цитату который мы будем сегодня операция это богданов андрей владирович небольшая справка о том кто это такой что это за дяденька это российский политтехнолог и политик также великий мастер великой ложи россии кандидат на должность президента на выбор в 2008 года многие из вас кто крутится в этих темах на конспирологических вы по-любому видели видео выступление этого человека этого человека но в основном его выступления в своих выступлениях он рассказывает про то что ссср до сих пор до сих пор имеет юридическую силу об этом мы сейчас не будем говорить много очень видео в том числе у соло гудмана на канале выложено давайте послушаем что вот это вот серьезно вот этот серьезный человек говорит о вот этих рептилоидных тварях да так называемых и опять же просто буду сейчас использовать устоявшиеся термины в начале исследования это не имеет никакой важности если что вы можете сами также пробить справку об этом человеке она доступна на википедии послушаем что он говорит о рептилиях планета находится просто в жесткой оккупации на освои морского права так называемыми ну вы их по разному называть можно их назвать сероводородными паразитами сам кто химии звучал знает германия например во время великой отечественной войны собаки были натасканы на определенный запах ветхом завете сказано когда моисей пришел и увидел что они поставили золотого тельца бог яхве разгневался их бог чтобы меня туда не приписали и сказал что будете запах смерти будет преследовать вас всю жизнь и детей потомков ваших вот поэтому дело-то не в запахах а в дело в том что обчарки натасканные на определенные во время войны безошибочно в любой колонии беженцев или военнопленных определяли сероводородных вот такая схема то есть не надо было ничего нового придумать на сегодняшний момент если вы поставите этих людей если люди это это громко сказано человек двенадцать в комнату закрытую и станете сами я думаю создание потеряете очень скоро первый персонаж скажем так достаточно серьезный который высказался не будем останавливаться следующий человек который также говорит то же самое быть называемых пришельцев это алекс джонс о котором мы с вами говорили выпуске про трампа до краткая тоже справка американский ведущий радио шоу продюсер и режиссер документальных фильмов также писатель актер в общем то неважно как мы видим этот парень уже 16 лет практически реально говорит правду ему за это ничего не делается ответственно он является важным игроком на этой сцене но не будем останавливаться для того чтобы понять насколько этот парень тоже серьезно я могу сказать что все его проекты да в том числе инфо ворс приносит доход ежегодный примерно 15 миллионов долларов вот и этот парень официально брал интервью трампа вы можете посмотреть видео на ю тубе найдете в общем это к слову о серьезности этого человека теперь давайте послушаем что он говорит по поводу этих тварей которые пахнут серой или сероводородом неважно я не шучу люди говорят слушайте мне это говорили высокопоставленные чиновники они говорили от обамы хиллари пахнет серой я не сумасшедший разговаривал с людьми владеющими информацией они напуганы они говорят она проклятый демон от нее воняет также как от обамы я спрашиваю как серый от них воняет ада предлагаю сразу абстрагироваться от религии да конечно многие скажем так многие очевидцы таких явлений они действительно связывают этот тошнотворный запах с присутствием демонов но давайте избавимся от этого потому что результат исследования вам покажет что это абсолютно реальные существа которые до сих пор присутствуют и вмешиваться реально взяла людей но точнее нет поэтому не будем говорить по поводу того что вмешивается это и до меня уже сказали сегодня я хотел бы обратить ваше внимание на биологическую структуру этих тварей потому что я нашел некоторые вещи которые про которые нигде не слышал но путем логичного поиска обнаружил вот собственно говоря что нам может дать запах серы или сероводорода да все очень просто ребят это целое химическое свойство это запах и как следствие я начал искать гуглить в интернете возможности жизни жизни на основе сероводорода или сер я ни хрена не нашел в интернете именно если мы сформулируем эту мысль так вы ничего не найдете можете это проверить и следующий момент который мне помог продолжить поиски и собственно который привел меня к тем результатам которые вам покажу это воспоминание о том что существует якобы существуют некие гибридные люди которые в основном составляют весь бомонд королевских семей да так называемые голубокровые так называемые серы голубых кровей да кстати говоря у них не в прямом смысле голубая кровь дело в том что вот эта вот сказочка да про то что они якобы гибриды рептилий и людей а на самом деле реальные под себе под собой имеет почвы и я вам это сегодня именно научным путем докажу потому что вся информация есть в интернете и ее просто надо попытаться найти я ношу я не знаю каким образом у меня это получилось но собственно говоря ящиком pandora моим исследованиям был курсовой проект на который я наткнулся совершенно случайно это курсовой проект студента рхту имени менделеева который в москве находится в котором как раз есть параграф который мне помог но не будем забегать вперед как я и сказал по поводу принцип голубых кровей что вообще делает их голубокровыми дело в том что существует такое белок как гемоцианин по факту это аналог гемоглобина но отличие заключается в том что во первых молекулярная структура другая если наш гемоглобин он базируется на железе то гемоцианин базируется на меди купром не помню какой-то элемент периодической таблицы но не суть и молекулярных соединения гемоцианина это азот и медь вот собственно что придает почему назвали эту кровь голубой не потому что она по цвету голубая а потому что если вы рассмотрите молекулярную структуру гемоцианина точнее крови в котором в которой находится гемоцианин если вы рассмотрит под микроскопом вы увидите что вместо лейкоцитов и эритроцитов красных которые содержатся в крови нормального человека до кровь которого устроена на гемоглобине вы увидите что тельца который приносит питательные вещества они лазурно-голубого цвета поэтому назвали голубая кровь отсюда возникает вопрос окей с голубой кровью разобрались но причем здесь тогда запах серы ведь в молекулярном соединении гемоцианина нету серы абсолютно она просто там отсутствует и вот тут я встал в ступор я не понимал как же найти вот эту корреляцию запаха серы да и биологии вот этих рептилий так называемых и тут я натыкаюсь собственно говоря на эту курсовую работу и здесь есть параграф посвященный меди а именно соединением и как мы видим здесь указано соединение как раз как про который он говорил гемоцианина это азот плюс медь ну вот она как выглядит и о чудо оказывается при есть оказывается соединение гемоцианина серы но на википедии если вы зайдете в графу гемоцианин вы даже в химических свойствах вы увидите разные функции гемоцианина но нигде здесь нет упоминания о составлении самостоятельного белка в купе с серой а теперь смотрите какой прикол оказывается есть отдельный белок который называется платоцианин который если рассмотреть молекулярную структуру состоит из серы и серы к упорам меди и азота то есть получается фактически это тот же гемоцианин но уже серый запомните молекулярную структуру платоцианина так как она полностью повторяет пентаграмму точнее пятиугольник который можно вписать пентаграмму помните да по поводу пентаграммы да и пентагона вот собственно пентагон он как раз повторяет молекулярную структуру платоцианина вот он платоцианина что же это нам дает ну да крутое совпадение молекулярная структура похоже на пентаграмму и действительно здесь содержится серо но на одном этом не сможем построить какую-то догадку да а рептилоиды живого у меня дома нету хотя надо пойти посмотреть и я задался вопросом может быть в очередной раз в голливудских фильмах да где мы выяснили показывать иногда части правды и здесь показали на этот счет какую-то подсказку и что я могу сказать да показали и не в одном фильме скажем так я вам покажу сегодня отрывки из четырех фильмов на эту тему но начнем мы с самых простых фильмов самых простых это первый фильм я даже у меня настолько много вкладок что я даже не открыл по двум фильмам вкладки первый фильм отрывок который хотел вам показать всем известный фильм про вампиров от заката до рассвета стыдно что приходится тратить конечно время на поиск этого момента но ладно без него нам не обойтись чтобы вы поняли что я имею ввиду как вы помните пока я ищу фрагмент как вы помните одним из оружия против вампиров было было святая вода да то есть в некоторых фильмах мы видим как вампиры выливают святой водой пока этот момент пока идет до этого момента я вам просто напомню что в некоторых фильмах вампиров убивали святой водой то есть выливали святую воду и кожа вампира начинала начинала разъедаться вот сейчас мы посмотрим момент из этого фильма как происходит это очень важно показать также для образного мышления чтобы вы увидели как в какую реакцию вступает кожа вампира да скажем так якобы со святой водой вот вот такую реакцию вступает кожа вампира со святой водой вы сейчас наверное думаете что я долбанутые но на самом деле я вас просто веду к логической развязки увидели что происходит с кожей следующий отрывок из другого фильма там правда не вампиры там демоны но сути не меняет константин повелительные тоже многие смотрели фильм и ключевая для нас сцена в этом фильме это сцена сейчас я вам покажу эта сцена где константин обжигает демонов с помощью якобы святой воды вот эта сцена пожалуйста но они конечно реагируют на это как на святую воду они начинают просто плавится вы сейчас поймете на самом деле к чему я веду закрываем что мы увидели мы увидели по сути в этих фильмах реализацию религиозных мифов да то что демоны и вампиры горят от святой воды но давайте как я говорил берем религиозные составляющие а что если эти твари плавятся от обычной воды h2o и самый важный на сегодня фильм который даст нам на эту подсказку фильм 2002 года режиссера на этаж ямалана называется знаки фильм про вторжение пришельцев причем о природе пришельцев абсолютно ничего не говорится можете его посмотреть он очень интересный для некоторых моментов но нас интересует одна единственная сцена которая как раз таки показывается в конце фильма давайте посмотрим к ним в дом забрался этот пришелец махни битой смотрим на пришельца сразу видно чешуя зеленая рептильные глаза смотрим дальше ну здесь тоже хорошо видно не исключу что серый водород был тоже чешуя ну сейчас будет самое принципе интересное и важное для нас что это о чудо кожу пришельца разъедает обычной питьевой водой каким образом теперь вы увидели то что во многих фильмах показывается напрямую что эти твари боятся воды почему ответ очень прост давайте откроем википедию и почитаем состав воды точнее все мы его знаем аж 2 а но для того чтобы быть более точным обратимся к определению вода оксид водорода бинарное неорганическое соединение с химической формулы аж 2 о молекула воды состоит из двух атомов водорода и одного кислорода теперь что мы делаем мы сопоставляем состав воды составом пласта цианина а пласта цианин состоит из азота серы поэтому кстати от них воняет дикой серы и купрума меди открываем википедию серо и первое химическое свойство серы на воздухе серо горит образуя сернистый газ по моему это лучше чем надо показано в фильмах где они дымятся когда у них разъедает кожу обратный эффект вы можете видеть если на человека вылить серную кислоту кожу моментально разъедает поэтому можем спокойно выкинуть религиозные составляющие и реально научно просто взять и доказать то что эти твари просто напросто имеют молекулярную основу пласта цианин в котором присутствует серый поэтому они так воняет а вода соответственно для них является сильнейшей кислотой которая разъедает и разъедает кожу из-за реакции серы с кислородом вот и все то же самое как на человека действует серная кислота следующий закономерный вопрос который мы могли бы задать а как же насчет вот этих гибридных династий которые среди нас живут все оказалось еще в дальнейшем после вот как раз открытия пласта цианина да после того как я узнал что есть такой белок все еще проще становится возвращаемся гемоцианину и как мы знаем в состав гемоцианина как я сказал ранее не входит сера то есть гемоцианин стоит только из соединения азота и купрум меди соответственно что мы здесь имеем мы имеем молекулярную структуру крови которая позволяет этим ребятам выглядеть как обычные люди просто у них так называемая голубая кровь да на основе гемоцианина поэтому они могут спокойно совершенно пить воду находиться на воздухе потому что воздух у нас сейчас мы открываем воздух обратите очень важно обратить внимание наш воздух да это естественная смесь газов я имею ввиду земной воздух главным образом азота и кислорода соответственно для гибридов да им важно содержание азота в воздухе по факту кислород им и не вредит и никак не мешает также как и нам азот потому что как вы видите содержание азота и кислорода это 98 99 процентов соответственно мы с вами когда идем даже по улице мы вдыхаем вдыхаем одновременно и азот и кислород да есть небольшие количество там таких газов как аргон или углекислый газ воды и водорода но она уничтожена мало по сравнению с содержанием азота и кислорода точнее с концентрации потому что они составляют 98 99 процентов вот вам ответ эти твари просто-напросто не могут долгое время находиться на поверхности поэтому нужно были гибрид ну в принципе как это говорилось в различных концеприологических легендах что для чего нужны были гибридные люди рептилии ну так называемые рептилии конечно они не могут в рептилии превращаться то есть это обычные люди но их кровь работает на основе гемоцианина а вот и хозяева до имеет другой состав крови на основе пласта цианина в котором как раз присутствует сера которая дикого не здесь по моему любой думающий человек задал бы мне такой вопрос как же тогда допустим если от гибридов не воняет серые вот они ходят среди нас это еще понятно но как же тогда сказал олег джинс про обаму от него пахнет серый а здесь все так же просто и подтверждение тому можете найти на самом деле во многих фильмах но я использую тот пример который мне наиболее близок есть такой американский сериал называется штамм многие его смотрели он про вирус вампиризма до которая распространяется по америке и здесь очень хорошо показано как вот такая вот тварь просто-напросто превращается в человека но при этом под искусственной кожей они продолжать быть такими же здесь все популярно показано конечно здесь интерпретация на вампиров но как мы поняли эти твари вампиры в принципе одно и то же просто люди которые жили в те времена они еще не скажем так они не то что не владели химией они просто были отброшены в то состояние когда они забыли всю эту часть науки вот здесь просто показано как о чем он не рептилоид вот это ответ на вопрос как среди нас ходят пахнущие серые серы водородом пожалуйста вполне себе депутат и следующий очень тоже интересный момент я на самом деле и не ожидал что с таким столкнусь в ходе всего этого исследования но давайте вспомним когда указывал на молекулярную структуру пластацианина она представляет из себя по сути пятиугольник в который можно вписать пентаграмму и в виде которой построен пентагон я вам это показывал на предыдущих фото вот так выглядит под микроскопом молекула гемоглобина красный цвет понятно потому что у нас красная тельца по факту ребят я честно признаюсь что это за символ мне долго думать не пришлось это буквально было минут 5 это опять же древнеславянский символ квадрат сварога для тех кто более-менее пространственным мышлением обладает вы сможете даже посмотрев сейчас на это символ да и обратно включая картинку гемоглобина вы примерно можете увидеть что они полностью совпадает если этот квадрат сварога вписать вот сюда молекулу я специально для вас это сделал для наглядности чтобы показать насколько хорошо все это дело вписывается и заметьте сам символ тоже красного цвета я заранее подготовил картинку и сейчас вам покажу все что мне нужно было сделать это лишь уменьшить размер квадрата сварога чтобы вписать его вот сюда он полностью повторяет молекулу гемоцианина о прошу прощения гемоглобина то есть основа нашей с вами крови но если вы прочитаете про значение этого символа все становится гораздо интереснее квадрат сварога в одном из своих значений описывается как символ грубо говоря связи славянских родов то есть вообще по факту сварог это древнеславянский бог который создал все то есть единый дворец и насколько ли на мне не знаю насколько вы считаете но по моему это ультра гениально сделать также символ виде структуры молекулу нашей крови также как это сделали те ребята только израиль в своем флаге этом не скрывает а у нас эти символы давно запрещены и забыты якобы как язычески а теперь к слову о развитости древних цивилизаций вы можете понять насколько была развита наша цивилизация что у них были знания молекулярной атомарной структуре нашей генетики полностью биологии вот такие вот интересные вещи происходят поэтому если вы чувствуете что ваш сосед пахнет серой предложите ему выпить водичку например акваминералия не знаю или бумагу я думаю он не согласится на самом деле все что я хотел сегодня рассказать пишите в комментариях возможно где ты ошибся хотя даем конечно же мог ошибаться но я не думал что мои изыскания заведут меня вот 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 сюда куда мы в общем то пришли в конце ну что ж друзья я вам хотел пожелать мира и добра как обычно не верьте меня на слово вообще ни в коем случае не верьте возьмите все перепроверьте потому что вдруг я с ума сошел а вы меня смотрите поэтому еще раз всем мира и добра подписывайтесь на канал